МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 115 старинных буддийских танков найдены при перетяжке в одной из багетных мастерских. Они находились внутри рамок, которые поступили на реставрацию из Иволгинского датсана. Подробнее об этом расскажет мой коллега Дмитрий Гомбоев. 37 буддийских танков в старых деревянных рамах отдали на реставрацию. И, как выяснилось, три из них оказались секретом. В них нашли еще 115 танка. В багетной мастерской собрались Ширета Лама с двумя своими замами Жаргал Ламой Гомбоевым и Чингис Ламой Ачировым, а также главный художник Иволгинского датсана Чимит Лама Даржиев. Священнослужители осмотрели каждую танка, они оказались разными по формату и явно разных авторов. Столь крупная находка у нас впервые. При очередном заказе от Иволгинского датсана при разборе рамок было обнаружено, что в рамках было сложено большое количество изображений буддийских танков, которые были выполнены на холсте, на бумаге, на ткани. О чем мы сообщили, соответственно, заказчику. И то, что сегодня здесь происходит, это удивление, думаю, для всех. Мы очень рады, мы очень рады, что так получилось. И вчера еще был христианский праздник православный, Рождество. И тут наши танки, картины проявились таким чудесным образом. И наши ламы все были безмерно рады и удивлены, что такое есть. И теперь, наверное, будем все старинные танки, которые в рамках, все проверять. Может быть, и там, может быть. Мы не исключаем этого. Кто и когда заложил их туда, охраняя таким образом, вероятно, от советской власти, остается неизвестным. По оценкам Чимитламы Доржиева, эти танки написаны примерно в конце 19-го, начале 20-х веков. Пока не решено, где и как в Иволгинском Дацане будут размещены обретенные танки. Возможно, некоторые из них появятся на стенах возводимого нового соборного храма Сокчин-Дугана. Дмитрий Гомбоев, Восточный Альянс, Бурятия. Начало 2022 года в Приангаре стало беспрецедентно богатым на дорожно-транспортные происшествия с участием общественного транспорта. Несколько из них возникли буквально за минувшие сутки. Об этом сюжет далее. Груда искореженного металла. Все, что осталось от катафалка. На трассе Сибирь в Усольском районе столкнулись большегруз «Вольво» и «Газель», перевозившая тело усопшего. Три человека погибли на месте, еще двое доставлены в больницу с различными травмами. Все они находились в «Газели». Полицейские выясняют все подробности трагедии, регулируют движение. Кто стал виновником аварии, пока неизвестно. Еще одна крупная авария произошла накануне на трассе в Братском районе. Там столкнулись рейсовый автобус «Братск-Устилимск» и два грузовика. В салоне первого находились 40 пассажиров. Погибших нет, однако шесть человек получили травмы. Трое из них госпитализированы. По факту ДТП, Следственный комитет России по Иркутской области начал проверку. Специалисты выясняют обстоятельства аварии, изучают документацию о техническом состоянии автобуса и медосмотре водителя. По данному факту, Следственным отделом по городу Братску, Следственного управления Следкома России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, которое предусмотрено статьей 238 Уголовного кодекса России о оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Накануне губернатор при Ангаре Игорь Кобзеев поручил внепланово проверить все транспортные средства, на которых перевозят пассажиров в пригородном и международном сообщении. Но если бы этот инцидент произошел на другом участке дороги, где, к сожалению, у нас нет ни средств связи, в северных территориях и при низких температурах, конечно, вот эти моменты мы должны все заранее просчитывать. Возникает вопрос к техническому состоянию транспортного средства, которое было выпущено в рейс. Сегодня нужно сформировать повестку так и на комиссии по безопасности дорожного движения поручить провести так называемые рейдовые осмотры. И все собственники, арендаторы должны нести персональную ответственность за техническое состояние транспортного средства. Однако на этом происшествии с общественным транспортом не заканчиваются. Автобус, следовавший по маршруту номер 13, загорелся в Иркутском микрорайоне Новоленина. Инцидент произошел в 17.18. На остановке «Школьная» на момент возгорания в салоне находились 20 пассажиров. Все они эвакуировались самостоятельно. Никто не пострадал. Тушение пламени осложняло то, что автобус загорелся под линией электропередач. Он принадлежал Иркутскому муниципальному предприятию Иркутска Автотранс. У нас произошел инцидент нештатный. Произошло возгорание моторного отсека автобуса «Лиаз», что привело к выходу из строя этой машины. Это не первый, к сожалению, случай такого рода с этими транспортными средствами. Дал поручение провести полностью техническую проверку и служебную проверку по данному факту. Пострадавших нет. Водитель действовал в соответствии с должностной инструкцией. Все пассажиры были высажены своевременно. Никто не пострадал. Но, тем не менее, у нас задача разобраться в причинах и не допустить впоследствии повторения. Причину возгорания будут устанавливать дознаватели МЧС России. Подключилась и прокуратура региона. Ведомство ведет свою проверку. По ее результатам будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности перевозки пассажиров общественным транспортом. В Элисте состоялась церемония вручения национальной премии «Мир без границ». Отмечу «Мир без границ» – благотворительный проект, оказывающий помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Главная цель – поддержка родителей, воспитывающих детей инвалидов, а также привлечение внимания общественности к проблемам, с которыми каждый день сталкиваются особенные дети. В рамках благотворительного вечера состоялся концерт, в котором принимали участие артисты республики, которые порадовали гостей творческими номерами и исполнили знаменитые музыкальные произведения. За радость, грудь, за свет и тень, за самый лучший в жизни день, за каждый бердок мой, аллилуйя, аллилуйя. Подопечные центра «Дон Ареста» стали почетными гостями вечера и выразили благодарность за приглашение. Напомню, что центр является местом, где люди с ограниченными возможностями здоровья могут заниматься рукоделием, изготовлением свечей, открыток и дважды в неделю заниматься спортом. У нас есть центр для молодежи с ограниченными возможностями. Мы делаем из старых свечек новые свечки, из старой бумаги делаем новую бумагу, открытки потом из этого идут. Потом делаем тоже приблизительно браслетики, серьги, бусы и много чего из макраме. Ну, не часто, но когда есть возможность, выбираемся отдохнуть. Ну, в плане того, что познакомиться с новыми людьми, общение тоже, посмотреть концерты. Я считаю, что это очень хорошо, очень важно, потому что иметь какие-то там ограничения, это не значит, что надо обязательно быть грустным, надо обязательно загрузиться в проблемы, надо как бы, самое главное, что есть общение, что вместе можно добиться очень много. Главное, чтобы не жить в одиночестве. Подводя итоги благотворительной деятельности за 2021 год, организаторами фонда было вручено 17 статуэток и благодарственных писем за оказание поддержки и благотворительной помощи отдельным категориям граждан. Я хочу отметить, что за последнее время благотворительная помощь, как бы кажется, она увеличивается. Это очень такое радостное, приятное событие, что говорит именно о повышении нашего социального микроклимата в нашей республике и о появлении большего количества людей, особенно среди молодежи, которые четко понимают, на что идут эти благотворительные средства. По словам организаторов, это мероприятие станет ежегодным и только увеличит число лауреатов премии. Эта премия прежде всего для тех, кто посвятил свою жизнь именно тем, кто нуждается в этом больше всего. В рамках данного проекта мы уже провели серию мероприятий. Это и фото-выставка, вы, наверное, все помните, интерактивная выставка была в Национальном музее имени Пальмова. Также это были встречи с родителями, и еще много-много разных мероприятий направлены на поддержку и, наверное, больше информирование данной проблемы. Я занимаюсь такими мероприятиями в немножко другом формате буквально с 2015 года, и они у нас всегда проходили в формате концерта, и сбор с концертом мы всегда отдавали на приобретение, на помощь, собственно, семьям, имеющим детей с аутизмом, и эта больше помощь была не материальная, а вклад в образование, взращивание, так скажем, специальных педагогов для детей с ментальными нарушениями. Подобное мероприятие – это начало большого и доброго дела, которое призвано создать для людей с ограниченными возможностями здоровья мир без границ. Нагана Кашаранова, Восточный Альянс, Калмыкия. Это первое знакомство Джихку Фуджира и его друзей с высокоскоростной железной дорогой. Одноклассники из небольшого уезда едут на учебу в Сичан, центр Ляншань-Ийского автономного округа, где расположена штаб-квартира одноименного космодрома. Раньше они добирались на обычных поездах, и на дорогу уходило несколько часов. Теперь они могут попасть к месту назначения менее чем за час. Ляншань-Ийский автономный округ известен своим сложным горным ландшафтом и труднодоступными деревнями на отвесных скалах. На строительство высокоскоростной железной дороги через многочисленные горы и ущелья потребовалось более пяти лет. Ляншань одним из последних регионов Китая избавился от бедности, и новый транспортный путь открывает жителям округа новые возможности для учебы, бизнеса и безопасности. Из-за особенностей геологического строения региона люди могут снова столкнуться с угрозой нищеты, если они заболеют или случится стихийное бедствие. Открытие высокоскоростной железной дороги, безусловно, будет способствовать росту технологий, инвестиций и нашей экономики. Ещё одни пассажиры нового поезда – мать с тремя детьми. Они впервые вернулись в Ляншань этим маршрутом. Это семья также ездит в городской университет. Округ Пань-Джихуа – ради лучшего образования для детей. Теперь, благодаря новому маршруту, они и другие пассажиры будут тратить на дорогу в два раза меньше времени. Расчётная скорость поезда составляет более 160 км в час. Он курсирует по новой железной дороге Чэнду-Куньмин. Благодаря туннелям и мостам путь между двумя городами сократился на 236 км. Екатерина Баглаева, CGTN